МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе с поста президента страны и назначил в Рио президента Касым Жомарта Токаева, который до этого был спикером парламента. Назарбаев правил страной почти три десятилетия, с апреля 1990 года. В 2015 году его избрали на очередной срок, почти 98% казахов. И он мог бы править до следующего года. Тогда почему Нурсултан Назарбаев решил отдать власть именно сейчас? Все-таки из-за того, что ему 78 лет? Об этом я сегодня расспросил Эду Шлагер, немецкую журналистку и специалиста по Средней Азии, которая живет и работает в Алма-Ате. Она рассказала мне, что что-то такое все-таки витало в воздухе. Конечно, не совсем ожидаемо, но я бы сказала, что мы, как эксперты по Казахстану, можно сказать, ожидали, что что-то происходит в этом году. На самом деле мы ожидали предсрочные выборы в Казахстане. Они должны быть президентской выборой в следующем году. Но раз это в последнее время очень часто как-то изменилось и выборы никогда не были, когда они должны были быть, мы уже ожидали, что они будут, может быть, в этом году. То есть мы ожидали что-то. И это было сейчас какое-то объявление, послание народу сегодня. Это было уже неожиданно. И мы, конечно, уже пошутили, что это будет, ничего особенного. Но что он сейчас о своей отставке объявил, это настоящий сюрприз, конечно. Что это именно сегодня произошло. А какова реакция в обществе? Тут эта шлагер объяснила мне, что момент для послания выбран не случайно. В Казахстане начинаются новрузовские праздники. Это что-то вроде новогодних праздников в России. Время, когда о политике никто особо не думает. Но что будет после праздников, неизвестно. Ситуация в стране, по словам Эды Шлагер, за последние месяцы стала очень сложной. Нет, я не бы сказала, что это связано со здоровьем. Это связано с общей ситуацией в данный момент в Казахстане. Потому что это очень незаметно. В Европе я бы сказала, что в Казахстане на самом деле ситуация очень ухудшилась в последние месяцы. И люди очень недовольные. Народ очень открыто сейчас уже говорит, что они не согласны с Назарбаевым. Надо сказать, что, скажем так, примерно 5 лет назад, если что-то не так произошло, как люди хотели, если что-то произошло, какая-то катастрофа, какая-то авария, где люди погибли, люди всегда сказали, да, это страшно, чиновники виноваты, но наш президент, он очень хороший. Это всегда был такой обычный ответ. Ну, скажем так, в последнем году или два года назад началось, что люди уже стали не бояться. Они уже открыто об этом сейчас говорят, что ему надо уходить. Люди уже не потерпят, и что это очень... И связано с этим, конечно, есть опасность в Казахстане, потому что экономическая ситуация очень сложная в Казахстане. Это после нескольких девальваций люди буквально свои деньги потеряли. Если имущество было, скажем так, 500 тысяч долларов или 5 тысяч долларов, тогда сейчас у них есть еще половина их денег. И, конечно, людям сейчас уже ничего терять. Поэтому я думаю, скорее всего, это страх власти, что может что-то случиться в Казахстане, что народ на таком уровне сейчас уже недоволен, что они готовы выходить на улицы и там демонстрировать. И это уже началось, на самом деле, в этом году. Уже были такие акции. Вот неделю назад в Жан-Алзене, где в 2011 году были вот эти случаи, где очень много людей постреляли, вот сейчас там опять забастовка идет, опять жмолистов там задержали. Теперь Казахстан ждет внеочередние выборы, которые должны состояться в ближайшее время. Ну а выбор Токаева, которому тоже уже 65 лет, это продолжение курса Назарбаева? Нет, это не может быть. Я не думаю, что это может быть просто такое обычное продолжение его политики. На самом деле, это сейчас тоже дает возможность немножко скорректировать курс политики Назарбаева. И они так будут делать. Я думаю, что это будет более в интересах этнических казахов. Потому что есть сейчас такое давление в стране, что они, этнические казахи, они сильно просят свое право, что надо больше по-казахски говорить. На самом деле, это, конечно, продолжение политики Назарбаева. Ну, Назарбаев всегда стоял за такой курс, что он соединил вот эти разные национальности, которые есть в Казахстане. И, честно говоря, этого я немножко боюсь, что это будет меньше в таком смысле, что они хотят соединить национальности. Самые важные новости из Германии каждый будний день. Подписывайтесь!